Всем привет! В последнее время, получая свой адрес, очень много критики. Критикуют, я думаю, те, после кого я исправляю халтуру. Дают советы, типа, зачем точить буры. Оказывается, тупой бур сверлит бетон намного быстрее, чем заточенный. А самое главное, тупые буры не тупятся. Или не парься с заточкой, выкини и купи себе новый. Даже если новым сверлить близко возле края стены, нужно перетачивать, чтобы не вырвало кусок бетона. Я даже сломанные буры не выбрасываю. А зачем выбрасывать, если можно сделать много полезных инструментов? Итак, приспособление для сверления пластиковых карнизов. Сделано из сломанного бура. Обычным сверлом так не просверлить. Такого нет ни в одном магазине. Переходник для патрона. Делается из обычного бура. В такой переходничок можно запрессовать обычное сверло. Для сверления металла. Или пластика. Или дерева. Как-то надо было закручивать большое количество болтов. За 20 минут сделал вот это приспособление. Им можно и костыли закручивать. Из использованных бит можно сделать просечки. Или же вот такую насадочку. Для заворачивания шпилек. В продаже такого нет. Или вот такую фрезу. Например, упал карниз. Нужно перевесить. Разобрать нельзя. Сломанный саморез нужно выкрутить. А как это сделать? Выбираем фрезой дерево вокруг самореза. Захватываем и выкручиваем. Такое нигде не продается. Эта насадка незаменима при сборке люстры. Мелочь. Но без нее нельзя. Разовые китайские ключи. Закручивать ими болты нельзя. Но просечки получаются неплохие. И вовсе я не плюшкин. Просто люблю свою работу.